О чём мы говорили в прошлый раз? О логоэде. О логоэде. Что же такое логоэде? Странная вещь. Логоэде. На стихе с самого начала до конца в каждой строчке повторяется одна и даже последовательность стоп. Ну, или там просто на рейхе. То есть некая последовательность стоп повторяется. И она повторяется в первой строчке до последней. В каждой. Это логоэд. Помним. Можем ли мы сказать, что логоэд это селлабика? Или селлаботоника? Или тоника? Она входит в селлаботонику. Ну, скорее это селлаботоника. Да, правда? Но при этом особая такая селлаботоника, где всё распределено функциями. Давайте сейчас поговорим о похожей вещи. Это, в общем, тоже будет логоэд. Но логоэд особый. Давайте напишем с вами несколько строчек. Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Это всё одна строчка. Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть? Тайна тревожит меня. Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть? Тайна тревожит меня. Или, свой подвиг свершив, я стою, как подземщик ненужный, Лапу принявши свою. Чуждые работы другой. Или, жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга афрора с галтой, друга ренатов святых. Давайте подумаем. Сначала разберемся сразу же, что делать. Или, свой подвиг свершив, я стою, как подземщик ненужный, Лапу принявши свою. Чуждые работы другой. Что, последние две строчки тоже написать? Или, жаль мне труда, жаль мне труда, Молчаливого спутника ночи, Друга афроры золотой, Друга ренатов святых. Давайте еще раз разберемся с тем, что у нас получилось. Миг вождь зеленый настал, Окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть, Тайно тревожит меня, Или свой подвиг свершив, Я стою, как подземщик ненужный, Лапу принявши свою. Чуждые работы другой. Или, жаль мне труда, Молчаливого спутника ночи, Друга афрора золотой, Друга ренатов святых. Здесь есть какой-то хорей, думаю. Какой-то хорей, это мне нравится какой. Насчет какой-то хорей, конечно, нет. Это не хорей. Давайте разбираться. На что похоже? Миг вождь зеленый настал, Окончен мой труд многолетний. Похоже на дакция. Чем? Похоже. Просто там пропущен, Вот он тут настал, И там пропущен еще один. Чем-то похоже на дакция, да? Можно. Раз, дакция увидели, правда? Да. Потом два. Два. А тут вот один и пропущен. Потом настал. Окончен. Тут явно дакция не выходит. А где? Нет, там просто пропущен один. Дальше. Окончен мой труд многолетний. Похоже на дакция? Нет. Как это? А где-то? Окончен мой труд многолетний. Труд многолетний. Это, по теме, может быть, вы говорили, трехсложники и двухсложники бывают. Так, это действительно похоже может быть на трехсложника и двухсложника одновременно. Нет, на трехсложника. Но на самом деле все проще. Проще. Давайте дальше посмотрим. Что ж, непонятная грусть тайно встревожит меня. Что, похоже? Похоже на дакция? Да. Чем-то похоже. Что ж, непонятная. Дальше почему-то грусть ударения. И еще одно ударение. Слитно с ним. Грусть тайно. Ну, дальше опять. Тайно тре. Вожит меня. Вожит меня. На что похоже? Это просто не логоэрит получается. Это явно не логоэрит, правда. Да? Потому что первые две строчки совсем уже не похожи. Но, тем не менее, какую-то закономерность мы можем найти. Это значит, что это может быть. Давайте дальше проверим. Дальше. 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 Друга авроры золотой. Друга Эннатов святых. Может быть, это акцентный стих? Может быть, это акцентный стих, пока не знаем. Пока не знаем, думаем. Заметьте, ничего нового я вам сейчас не предлагаю. Это то, что вы знаете. Пока думаем над размером. Давайте озаботимся о задержании. Вы думаете, от чего лица могут быть написаны эти стихи? Это все стихотворение. Больше нет. Я хотел спросить. Вот шесть строчек. Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Значит, человек закончил некий труд большой. Правда? Многолетний. Что же непонятная грусть? Тайно тревожит меня. Это как? Не хочется вставаться грустно. Не хочется вставаться сто долларов. Может быть? Так? Вот еще эти строчки. Или свой подвиг, свершив, я стою как подземщик ненужный. Подземщик это кто? Подземщик. Кто-то, кто нанимался на какую-то работу на один день. Конечно. Тот, кто нанимался на работу по дням. Как подземщик ненужный. Платно принявший свою чуждой работе другой. Он как будто бы уже получил плату за эти дни. И нечего не брать другую работу. Правда? Так. Или жареный трудом. Возвращение к началу, да? Молчаливого спутника ночи. Это как? Труд спутник ночи. То есть трудился человек, скорее всего, ночью. По началу, конечно. Друга Аврора, свадьбой. Это как? Аврора это кто? Заря, конечно. Заря. Друга Авроры, золотой. Если этот труд творился по началу, значит, конечно, он друг Авроры. Правда? Друга пернатых святых. Это немножко сложнее, кто такие пернатые. 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 Пернатые это римские боги дома. Домашние божества. Пернатые. Их хранили, как правило, где-нибудь на полочке. Пожалуйста, на подоконнике. Это наши пернатые. То есть боги дома. Домашние божества. Итак, этот труд совершался вочью и совершался, как правило, дома. Давайте еще раз говорить, что же это значит. Вот труд закончен. Почему его жалуют? Потому что он многолетний, человек уже превышал. Каждый день приходит и делает одно и то же. Так, ну, я бы одно и то же не сказал. Он занимается все тем же и тем же, да? Тем же трудом. Еще. Вложил всю свою душу в эту работу. Он вложил всю свою душу в эту работу. Согласен еще. Он любил свое дело. Он любил, может быть, и любит до сих пор, да? Свое дело. Что ж непонятная грусть? Тайна тревожит меня. Я расстался с этим трудом. Я его закончил. Почему мне грустно? Привык потому, что... Так, привык, согласен. Так, еще. Еще думаем. Мы сейчас найдем с вами разгар. Это стихи известного вам поэта. Это стихи Пушкина. Пушкин это написал после того, как закончил Евгений Онегина. Евгений Онегин, он писал почти 7 лет, да? Это ему не мешало. Временами писать какие-то другие вещи, правда? С 23 по 31 год, по началу 31 года, он пишет Евгению Онегина. Вот Евгений Онегин вышел в свет. И он пишет вот эти стихи. Он так их и называет. Труд. Наверное, жалко с ним расставаться. С Онегином. Да, сильно все-таки приходил. Надо переключаться на что-то другое. Или свой подик, свершив, я стою, как подземщик ненужный. Ладу принявшись свою, чуждой работе другой. Но, конечно, Пушкин не был чужд работе другой. В том числе, когда работал на Донегина. Или, жаль мне труда, молчливым господником ночи, друга Авроры золотой. Действительно, Онегин часто его заставал за зарей. Или, наоборот, заря его заставал на Донегина. Онегин писался семь с лишним лет. Давайте подумаем, что же это за размер. И почему вдруг Пушкин решил, после работы над Онегином, написать вот такое. Вот эти шесть строчек. Так, выразить свои чувства. А что, Ямман мог выразить? Вот Онегин написан Ямман, правда? Четырехстопов, в основном. Да? Да. Кто у меня сейчас? Уже Ям в крови. Тем не менее, почему-то он пишет совершенно другим размером. Ям в монотонии. Ям в монотонии. А это нет? Тоже монотонно. Еще? Может быть, это как-то связано со смыслом? Может быть, это связано со смыслом, это правда. Может быть, связано. Так, еще. Думаем как? Тогда. Может, Ему просто буду делать, да? Ему просто надоел ям. Ну, отчасти, да. И Пушкин напишет в домик в колонне, да? Так и начнет. Четырестолбный ям мне надоел. И вышит всякий. Мальчикам в забаву давно его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. Он напишет пятистолбный ям. Но это не пятистолбный ям. Правда? Это вообще не ям. Это больше похоже на дактиль? Это очень похоже на дактиль. Отлично. Да. Но это не дактиль. Это очень близко к дактиле. Думаю, что это? Я думаю, что это тоник. Ох, обещание не дактильическое. Это тоник? Нет, это не тоник. Конечно нет. Это верлибр. Ну что? Верлибр совсем свободен. А здесь явная есть власть. Причем четко делится. А это... Вот так. Правда? Здесь есть явная грустиша. Мир вожделен не настал. Окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть Тайно тревожит меня. Или свой подвиг совершив Я стою, как падетщик ненужный Плану принявший свою Чуждые работят другой. Или мешают мне труда Молчаревого спутника ночи Друга авроры злодой Друга пенатов святых. Каждая первая, третья и пятая Так, 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 так Первая, третья, пятая, третья Вторая, четвертая, шестая Штучка вторенькая Ну, вот, вторенькая Так, значит, явно здесь ЖЕНСКОЕ ОКОНЧЕНИЕ ОКОНЧЕН ТРУД МНОГОЛЕННИЙ ЖЕНСКОЕ МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ МУЖСКОЕ Это точно. Это уже увидели. Еще что-нибудь интересное увидите То, что повторяется Это действительно Маша права Это похоже на дактиль Это очень похоже на дактиль Это не сила ботоника? Это сила ботоника Все хорошо Можно быть измененный дактиль Так, какой-то измененный дактиль Отлично, это ближе к делу Да Очень близко Давайте посчитаем Сколько у нас ударений в первой строчке Ударений Ударений Семь Семь Шесть Шесть Во второй Пять шесть Шесть Что ж, непонятная грусть Три Тайно тревожит меня Тоже шесть Так, еще Есть плаву, применявшую свою Чуждой работе другой Есть цезура Есть, в шестой есть Друга авроза Той Друга пятнатов святых А вот тут вот пятый Так, значит, наверное, где-то есть еще и цезура То есть, значит, повторяется Чередуются Как ни странно Как говорили греки Ливляне С пентаметром Гекса Это шесть Пента Это пять Казал бы шесть Пять Шесть Пять Но У нас здесь тоже получается Как ни странно Шесть Пусть это вас не смущает Перед нами Эллигический Дистих Это не особый размер Это скорее особая Строфа Эллигический Дистих Дистих То есть Дистих Дистих Два стиха Два стиха Эллигический Дистих Это всегда Двустише И для этого Надо отправиться В историю Гексаметра Или гексаметра Двустише Двустише